Всем привет! Ранее мы рассмотрели топ-10 необычного стрелкового оружия Советского Союза. Ссылка в описании. А в этом ролике представлен обзор на 10 моделей стрелкового оружия Второй мировой войны, о котором большинство из вас никогда не слышало. Итак, начнём с пистолета у пулемётов. В 1926 году в Советском Союзе разработан пистолет-пулемёт, либо лёгкий карабин Токарева под патронсем 62 на 25 мм с двумя спусковыми крючками под одиночный автоматический огонь и деревянной рукоятью, в которую вставлялся магазин. Несмотря на то, что этот карабин на вооружение принят не был, несколько сотен единиц оружия использовались Красной Армией в ходе Великой Отечественной войны. В начале 40-х годов 20-го века в США был разработан пистолет-пулемёт Рейзинг М50. Во время войны использовался ВМФ и корпусом морской пехоты США. Калибр 11,43 мм, патрон 45 ACP. Принцип работы – полусвободный затвор. Емкость отъёмного магазина – 12 или 20 патронов. Прицельная дальность стрельбы – 274 метра. Основной модификацией, созданной для парашютистов и экипажей бронетехники, являлся Рейзинг М55. Он отличался от М50 с водным плечевым упором и отсутствием дульного компенсатора. Всего до 1945 года было произведено более 100 тысяч единиц пистолетов-пулемётов М50. Ещё одним американским пистолетом-пулемётом времён Второй мировой войны является United Defense M42. Принятый на вооружение в 1942 году, он комплектовался двумя сменными стволами в калибрах 9 мм и 11,43 мм. Патроны 9х19 парабеллум и 45 ACP. Принцип работы – свободный затвор. Одной из особенностей М42 являлись соединённые попарно-магазины, что делалось для ускорения перезаряжания. Емкость магазина – 20 патронов под патрон 45 ACP и 40 патронов под патрон 9х19 парабеллум. Скорострельность – 700 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы – 200 метров. Всего до 1945 года было выпущено 15 тысяч пистолетов-пулемётов United Defense M42. В 1942 году был разработан австралийский пистолет-пулемёт Оуэна. Использовался армия Австралии во Второй мировой войне. Калибр 9 мм, патрон 9х19 парабеллум. Принцип работы – свободный затвор. Скорострельность – до 700 выстрелов в минуту. В качестве боепитания использовался магазин на 32 патрона, расположенный вертикально в верхней части оружия. В связи с тем, что магазин закрывал обзор, мушка и целик были смещены в правую сторону ствольной коробки. Прицельная дальность стрельбы – до 200 метров. Всего было выпущено 50 тысяч единиц пистолетов-пулемёта Оуэна. В 1943 году разработан итальянский пистолет-пулемёт FNAP-43. Калибр 9 мм, патрон 9х19 мм. Принцип работы – полусвободный затвор. Питание обеспечивалось магазинами от Берет и МАП-38 с ёмкостью 20 или 40 патронов. Темп стрельбы – 400 выстрелов в минуту. Одной из особенностей этого оружия был складывающийся вперёд приёмник магазина, что в дальнейшем также использовалось французами при создании МАТ-49. Конструкции этого пистолета-пулемёта и технологии его производства были слишком дорогостоящими, в особенности в военное время, в результате чего у пистолетов-пулемётов FNAP-43 было изготовлено всего около 7000 единиц. Далее рассмотрим винтовки. В 1907 году компанией Winchester и Pitting Arms Company была выпущена полуавтоматическая винтовка Winchester модель 1907. Калибр 9 мм, патрон 351 Winchester Self-Loading, либо 9х35 SR. Принцип работы – отдача со свободным затвором. Для взведения механизма оружия перед стрельбой использовался продолговатый стержень, помещённый под стволом. При нажатии стержень уходил внутрь цевья и давил на затворную раму. В качестве боепитания использовались отъёмные магазины на 5, 10 или 15 патронов. Эффективная дальность стрельбы до 200 метров. Во время Первой мировой войны Франции было закуплено 5000 винтовок М1907. Во Второй мировой войне модель 1907 в ограниченном количестве использовалась французская армия и силами сопротивления. В 1942 году для британских командос был разработан карабин DeLizlo. Он представлял собой первый серийный образец оружия с многокамерным интегрированным глушителем. Калибр 11,43 мм, патрон 45 ACP. В конструкции этого карабина использовались элементы трёх различных серийных видов оружия. Ложи, затворы, ударно-спусковой механизм были взяты от стандартной английской винтовки Lenfield MK3, магазин от пистолета Colt 1911, а ствол от пистолета-пулемёта Томпсона. Емкость магазинов на 7 или 10 патронов, вес 3,7 кг. Прицельная дальность стрельбы 150 метров. Всего до 1945 года выпущено 129 карабинов DeLizlo. Все знают про американский М1 карабин, но не всем известна его модификация М3. Это оружие представляло собой снайперский карабин с передней рукояткой, съёмным пламя-гасителем и скреплением для инфракрасного ночного прицела. Калибр 7,62 мм, патрон 30 карбайн, либо 7,62х33 мм. Принцип работы – отвод пороховых газов, поворотный затвор, ёмкость магазина – 15 патронов. Боевое крещение карабин получил в 1945 году в ходе битвы за Окинаву. Всего произведено около 3000 единиц карабина в М3. В свою очередь немцами в конце войны использовался ночной прицел Zilgeray 1229 Vampir, устанавливаемый на штурмгевер. В июле 1944 года немецкой промышленностью была представлена специальная ствольная насадка на штурмовую винтовку СТГ-44 под названием «Кромлауф». Калибр 7,92 мм, патрон 7,92х33 мм. Принцип работы – отвод пороховых газов, запирание перекосом затвора. Пехотный вариант насадки предусматривал возможность стрельбы из окопа и имел угол искривления 30 градусов, а танковый – 90 градусов. Дальность стрельбы – 250 метров. Ресурс данной насадки составлял до 300 выстрелов. Всего было изготовлено 150 пехотных и 550 танковых насадок «Кромлауф». В 1942 году на вооружение Новой Зеландии был принят легкий пулемет либо автоматическая винтовка Чарльтона. Представляла собой переделку винтовки «Лиметфорд» под самозарядное оружие с отводом пороховых газов и поворотным затвором. Калибр 7,71 мм, патрон 303 «Бритиш». Темп стрельбы – 600 выстрелов в минуту, емкость магазинов на 10 и 30 патронов. Всего было произведено 1500 экземпляров этих винтовок. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если понравилось видео, поддержите канал донатом на Патреоне. Ссылка в описании. Смотрите другие интересные видео на канале. Всем пока!